И вот этот алтарь мы соорудили как временный. Он у нас даже не на фундаменте, а на кирпичах. Весь храм – это три строительных вагончика, обшитые сайдингом. Место для богослужений жители Вознесенки собирали буквально из подручных материалов. Крыли крышу и утепляли пол. Сами прихожане основать в селе духовный центр решила инициативная группа верующих. Летом у нас душно, потому что вагончик металлический, он нагревается. Зимой, соответственно, холодно. Считается отопление космическое. Люди хотят молиться в храме. И взрослые. У нас много молодежи потянулось. За 10 лет число прихожан выросло в разы. Еженедельно святое место посещают около сотни верующих. Поэтому службы зачастую проходят в довольно стесненных условиях, не говоря уже о праздничных литургиях. В воскресные дни бывают 40-50, на Пасху, конечно, бывают побольше народу, на большие праздники. Службы, получается, в небольших помещениях, которые никак не пригодны для того, чтобы здесь совершать службу. И людям, конечно, хочется, чтобы храм был похож на храм все-таки. Прихожане разработали проект нового храма. Но средств на реализацию не было. За помощью верующие обратились к губернатору Алексею Текслеру и главе русской медной компании Игорю Алтушкину. В РМК оперативно отреагировали на инициативу активных жителей. Решили помочь в строительстве. На самом деле даже потрясло. Их, во-первых, сила, их вера, вера в то, что храм будет. Конечно, храму быть, и это будет такой центр притяжения и Вознесенки, и соседних сел. Кроме церкви, у жителей появится и новое футбольное поле. В секции при храме занимается порядка 40 ребят из Вознесенки, Полевого и Глинки. Сейчас на территории трех сел нет ни одного детского спорт-объекта. Со всеми ребятами из Полевого собираемся, команда на команду, приезжаем сюда и играем. Поле здесь невооруженным глазом видно, неровное. Ровное было бы вообще очень кстати. Новые церкви уже строят в поселках Томинске и Роза. На территории присутствия одного из предприятий РМК Томинского ГОКа. Жители Вознесенки надеются, что после возведения их храм станет одним из центров общественной жизни села. Наталья Петрухина, Андрей Грещук, 31 канал.